Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я ее ведущая. Сомерсет Моем. Ровная дюжина. Рассказ. Я люблю Элсом. Этот приморский городок на юге Англии, неподалеку от Брайтона, хранит обаяние эпохи последнего Георга, но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдия, ни показного блеска. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом молодым курортом. В мое время он таковым, безусловно, не был, но слыл респектабельным и дешевым. Однажды в ноябре, через два-три года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Элсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемодан, пошел пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море, серое, холодное. Над взморьем носилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были вытащены высоко на каменистый берег. Купальные кабинки, облупленные, серые, выстроились в длинный ряд. Никогда еще я не видел набережную такой пустынной. Сердце у меня сжалось. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливой. Я вернулся в гостиницу, задернул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением. Однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я бегло окинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно, игроки в гольф, краснолицые и пляшивые, поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них в комнате находилась только еще группа из трех человек, сидевшая отдельно в нише окна, та, что сразу привлекла мое внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы. Одна старая, вероятно, его жена, другая моложе, возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было необъятных размеров черное шелковое платье и черный кружевной чипец. На запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжелая цепочка с большим золотым медальоном, под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то еще носит такого рода драгоценности. Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной, и сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У нее были роскошные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой в полголоса, но вот она повернула голову, и я увидел ее профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки, а прическа, как у королевы Александры. Обед кончился, и все трое встали с места. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево, младшая за ней. И тут я к ужасу своему увидел, что она старая. Платье ее было очень простое, юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Нос я уже успел отметить, это был нос греческой богини. Рот был прекрасен, глаза большие, синие, кожа слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначались морщинки, но в молодости она, наверное, была очаровательна. Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портфейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был не высокого роста, не толстый, но упитанный, с густыми вьющимися седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно. Черный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышный черный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портфейн, встал и с достоинством удалился. Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих. Мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, какому молодых девиц обучали в фешенебельных школах 40 лет назад, там было записано. Мистер и миссис Сент-Клер, мисс Порчестер. И адрес Ленстер-сквер, 58, Бейтсоутер, Лондон. Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клер, и узнал, что он, кажется, что-то делает в сети. Я зашел в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Интересовавшая меня троица расположилась в углу комнаты. Миссис Сент-Клер вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клер читал вслух негромко, но внятно. На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, и ветер улегся. От нечего делать я стал следить глазами за человеком, издали приближавшимся ко мне. Когда он подошел поближе, я увидел, что это невзрачного вида мужчина в жиденьком черном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы, как видно озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошел еще несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. — Прошу прощения, сэр, — сказал он. — Не найдется ли у вас спички? — Пожалуйста. Он сел рядом со мной, и пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман за папиросами. Он вытащил обертку от Gold Flakes, и лицо его вытянулось. — Надо же, какая досада! Ни одной не осталось. — Закурите мою, — предложил я, улыбаясь. Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. — Золотой? — спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. — Золотой? Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их три было. Все украли. Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно взывавшие о ремонте. Это был неказистый человечек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было желтое, в морщинах. Определить его возраст я бы не взялся, то ли 35 лет, то ли 60. В нем не было ничего примечательного, кроме его заурядности. — Вы сюда надолго, сэр? — осведомился он. — Дней на 10-15. — В Элсоме впервые, сэр? — Нет, я здесь уже бывал. — Я-то хорошо его знаю, сэр. Могу смело сказать, в Англии немного найдется приморских курортов, где бы я ни побывал. Элсом один из лучших. Для меня, сэр, Элсом связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсом в давно минувшие дни. Я венчался в церкви святого Мартина, сэр. — В самом деле, — промямлил я, — это был очень счастливый брак, сэр. — Приятно слышать. — В тот раз хватило на 9 месяцев, — добавил он задумчиво. — Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте. Но сейчас я ждал продолжения, если не с жадным нетерпением, то с любопытством. Продолжение не последовало. Он только вздохнул. Наконец, я сам нарушил молчание. — Приезжих здесь, видимо, совсем немного, — заметил я. — Вот и хорошо. Толпы — это не по мне. — Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться. Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошел прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в Дельфин. Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехала Ландо, а из Ландо вышел мистер Сент-Клер. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Администратор рассказала мне, что они держатся особняком. Ни с кем в гостинице не знакомятся. Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клер на веранде гостиницы. Он читал «Таймс». Она вязала. Часов в двенадцать к ним присоединялась мисс Порчестер. Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивым, без улыбки поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дела не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них, но потом мне показалось, что мистер Сент-Клер на меня поглядывает, и, решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил, возможно, из чистого тщеславия, что читаю в этих взглядах любопытство. А еще через два дня, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением. Мистер Сент-Клер велел кланиться, и не одолжите ли вы ему справочник у Итакера? Я удивился. С чего он взял, что у меня есть справочник у Итакера? А ему администратор сказала, что вы, мол, пишете. Какая тут связь? Я не понял. Передайте мистеру Сент-Клеру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника у Итакера у меня здесь нет. Вот и случай представился. Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами. В тот вечер после обеда я пошел в гостиную и бесстрашно заговорил с мистером Сент-Клером. «Мне очень жаль, что у меня нет справочника у Итакера», — сказал я. «Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга. Так сделайте одолжение». Мистер Сент-Клер был явно поражен. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза. «Право же, это не важно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель. В былые дни мистер Троллоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер, и он, помнится, говорил, что для писателя две самые нужные книги — Библия и справочник у Итакера». Подали кофе, и миссис Сент-Клер обратилась к мужу. «Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?» Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить «большое спасибо» и сел. «Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем», — сказал мистер Сент-Клер. «Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмена. Я слышал, нынешняя молодежь находит мистера Троллопа скучноватым. Мисс Порчестер, например, предпочитает романы у Ильяма Блэка». «Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин», — попробовала оправдаться мисс Порчестер и покраснела. «Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нем говорят». «Уверен, тетя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода. Вы всегда говорили, что когда мне исполнится тридцать лет, дадите мне полную свободу, разрешите читать все, что я захочу». «Но, дорогая моя Элинор, свобода и распущенность не одно и то же», — возразил мистер Сент-Клер вполне серьезно, хоть и с легкой улыбкой, чтобы у Корни показался ей обидным. «Не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать и впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которую он на меня произвел». На следующее утро в живописном местечке на задах Элсома я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоем с мужчиной, пусть у моего почтенного возраста, чего доброго отпугнет сию пятидесятилетнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. «Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем самым забавным человечком в черных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, — «не найдется ли у вас спички?» «Пожалуйста», — ответил я, — «но папирос у меня, к сожалению, при себе нет». «Закурите мою», — предложил он, доставая из кармана обертку. Она была пуста. «Надо же, и у меня, как на грех, ни одной не осталось». Он пошел дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человечек он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине. В тот же день я его снова увидел. Я сидел на набережной. Он приближался ко мне мелкими семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне. Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папирос. «Вы очень любезны, сэр. Я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Житейских радостей с годами остается все меньше, но по опыту скажу, те, что еще остались, особенно ценишь». Мысль утешительная. «Прошу прощения, сэр, но я не ошибаюсь, вы действительно наш известный писатель?» «Я писатель. Но как вы это узнали?» «Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаете?» Я посмотрел на него. «Неприглядный человечек в поношенной черной одежде, длинноносый, глаза голубые. Простите, не узнаю». «Не мудрено, что я изменился», – вздохнул он. «Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединенного Королевства. Впрочем, все эти газетные фотографии никуда не годятся». Он помолчал. «Писать книги – это должно быть страшно интересно, сэр. Я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал. В последнее время, правда, почти не читаю. И зрение не то, что было, и вообще. А написать книгу я бы, наверное, мог, если постарался. «Говорят, одну книгу может написать каждый», – отозвался я. «Не роман, знаете ли. До романов я небольшой охотник. Предпочитаю исторические труды и все в таком роде. Или мемуары. Если б кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары. Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает». Он устремил на меня долгий, оценивающий взгляд. «Неужели сейчас попросит полкроны с его-то респектабельной внешностью?» «Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр». «Честно говоря, не знаю». Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах черные перчатки, задержался взглядом на дырочки и, наконец, не без самодовольства, изрек. «Я знаменитый Мортимир Элис». «Да? Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убежден, что слышу это имя впервые. На лице его изобразилось разочарование, и это меня немного смутило». «Мортимир Элис», — повторил он, — «неужели это вам ничего не говорит?» «Решительно ничего. Я, понимаете, очень мало живу в Англии». «Вот она, слава», — произнес он с горечью. «В Англии я много месяцев был притчей во языцах. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимир Элис». «Я покачал головой». «Он выдержал паузу для пущего эффекта». «Я знаменитый много жёнец. У меня было одиннадцать жён, сэр». «Многие считают, что и с одной нелегко справиться». «А это от отсутствия практики. Кто был женат одиннадцать раз, тот женщин наизусть знает». «Но почему вы остановились на одиннадцати?» «Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите». «Как увидел вас, сразу подумал». «Лицо у него умное». «Одиннадцать». «Нелепое число, верно?» «Что-то в нём есть незаконченное». «Три?» «Это может быть у любого». «И семь ещё туда-сюда». «Девять, говорят, приносит счастье». «Десяток тоже неплохо». «Но одиннадцать?» «Я только об этом и сожалею». «Всё бы ничего, кабы только довести счёт до дюжины». Он расстегнул пальто и извлёк из внутреннего кармана бумажник, толстый и сильно засаленный. Из бумажника же достал целую пачку из газетных вырезок, грязных, потёртых на сгибах, и штуки три развернул. Одна корреспонденция была озаглавлена муки многократного мужа, другая – бессердечного мерзавца к ответу, третья – презренный негодяй дождался своего Ватерлоу. «Хорошей прессы это не назовёшь», – протянул я. Он пожал плечами. «Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет. Кого я не могу простить, так это судью. Он опошёлся со мной безобразно и себе только навредил. В том же году умер». Я пробежал глазами корреспонденции. «Он, я вижу, дал вам пять лет». «Позор, иначе не назовёшь. А вы посмотрите, что тут сказано», – откнул в нужную строку указательным пальцем. Три из его жертв подали ходатайство о помиловании. «Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он даёт мне пять лет, да ещё обзывал по-всякому. Бессердечный негодяй». «Можно прочесть?» – спросил я. «Для чего же я вам их дал? Непременно прочтите, сэр. И если после этого вы не согласитесь, что я жертва чудовищной несправедливости, значит, вы не тот человек, за кого я вас принимал». Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Элис так подробно осведомлён о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост. Когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату, благо пансионы пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой. В возрасте, как я не мог не заметить, от 35 до 50 лет. Как правило, он уже через две недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Однако все как одна утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что три из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал, «Я так считаю, прошлого не воротишь. До сочной отбивной мы все охотники, но остывшая баранина – это, признаюсь, не по мне». Только несчастный случай помешал Мортимеру Элису жениться в двенадцатый раз и таким образом довести счет ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некой мисс Хаббард две тысячи фунтов, не меньше, в облигациях военного займа, доверительно сообщил он мне, и церковное оглашение уже состоялось, но тут его случайно увидела одна из бывших жен, навела справки и заявила в полицию. Накануне двенадцатой свадьбы его арестовали. «Простите за нескромный вопрос», – сказал я, «и ради бога не усмотрите в нем невысокого мнения о ваших внешних данных, но почему они за вас выходили?» «Потому что я их об этом просил», – отвечал он, явно удивленный моей недогадливостью. «И вы никогда не получали отказа?» «Очень редко. Четыре-пять раз за все время. Я, конечно, делал предложение, лишь после того, как основательно прощупаю почву, но и то случалось промахнуться. Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом все-таки убеждался. Нет, не то». Я помолчал, занятый своими мыслями, но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке. «Все ясно», – сказал он. «Это моя наружность вас вела в заблуждение. Вам непонятно, что они во мне находили. Вам кажется, что женщин привлекает только тип ковбоя, либо уж романтический испанский гидальго, сверкающие глаза, оливковая кожа, и танцует, как бог. Забавно, честное слово. Рад, что позабавил вас. А вы женатый человек, сэр? Да? Но у меня всего одна жена. «Один пример, понимаете, не поддается обобщению. Я вас лучше так спрошу. Много вы знали бы о собаках, если б у вас за всю жизнь был всего один бультерьер?» Вопрос был явно риторический. Ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал. «Ошибаетесь, сэр. Ничего подобного. Каким-нибудь молодым красавчиком они могут увлечься, но замуж за него не пойдут. Красота, если вникнуть, это для них последнее дело. Я, может быть, не блещу красотой, и не бог знает, как интересен, но поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине. Солидность. И вот вам доказательство. Всех моих жен я осчастливил». «Меня вот что удивляет», – сказал я. «Всё это были женщины вполне приличные, не первой молодости, положительные, порядочные, и они выходили за вас замуж, ничего о вас не зная после такого недолгого знакомства». Он потрепал меня по руке, как младшего. «Вот этого-то вы и не понимаете, сэр. Женщины помешаны на замужестве. Молодые и старые, крупные и миниатюрные, блондинки и брюнетки, у всех одна забота. Хотят быть замужними. Имейте в виду, я с ними венчался в церкви. Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойно. Вы говорите, я не красавец. Не спорю. Я никогда и не считал себя красавцем. Но будь я хоть горбун и без одной ноги, я бы и то нашёл сколько угодно женщин, которые с радостью бы за меня пошли. Им не мужчина нужен, а брак. Это у них какая-то мания, болезнь. Да любая из них пошла бы за меня после второй же встречи. Просто я сам предпочитаю не связывать себя, пока не уверен в успехе. Когда всё открылось, шум поднялся страшный. Потому, видите ли, что я был женат одиннадцать раз. Одиннадцать раз. Подумаешь, даже не полная дюжина. Я, если б захотел, мог бы жениться и тридцать раз. Я отдал ему газетные вырезки. Он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник. Нет, как хотите, а на меня возвели напраслину. Вы только вспомните, как меня назвали. Я звонотели общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну, скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях. Я вам всё о себе рассказал. По-вашему, я дурной человек? Мы с вами знакомы очень недавно, ответил я, как мне показалось, достаточно тактично. Я вам скажу, что я им дал взамен. Романтику. Поглядите вокруг. В Англии есть сотни таких мест. Поглядите на море, на небо, на эти пансионы, на этот мол и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвичина. Вам-то хорошо. Вы приезжаете сюда на недельку отдохнуть, подлечиться, А вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов. Знакомых почти нет. Денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь. Точь в точь, как эта набережная, длинная, прямая, мощенная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон не сулит им ничего хорошего. Он их не касается. Словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за 35. И я даю им любовь. Да многим из них мужчина ни разу не застегивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука обвивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену. Даю им самоуважение. Они уже поставили на себе крест, а я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечеркиваю. Луч солнца в безрадостной пустыне. Вот чем я был для них. А что я с этого имел? Стол и квартиру. Да мелочь накурива. Но отложить ничего не отложил. И вот вам доказательства. Теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны. Вот до чего докатился. А я всегда жил по средствам. Отроду не просил у друзей взаймы. Я уж подумал, сэр, не могли бы вы мне судить малую талику. Совестно на это намекать, но если бы вы не пожалели для меня фунта стерлингов, вы бы меня просто спасли. Что ж, на фунт стерлингов многоженец безусловно меня развлек. И я полез за бумажником. С удовольствием, сказал я. Он смотрел, как я достаю деньги. А двух фунтов не найдется, сэр? Наверное, найдется. Я вручил ему две фунтовые бумажки, и он принял их с легким вздохом. Переход от моего занятного проходимца к атмосфере респектабельности, лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был подобен горячему соусу с мороженым. Этот час в их обществе был так упоительно скушен, что я находил в нем какую-то особенную прелесть. Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попивали Портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом, но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы. Это было ужасно, сказал мистер Сент-Клер, просто ужасно, но моя племянница, конечно, выбрала единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки и сказала, что не может за него выйти. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце ее было разбито, с тех пор она никого не любила. И он женился на той молодой особе. Мистер Сент-Клер со вздохом покачал головой. Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Моя бедная жена долго не могла примириться с мыслью, что ее племянник мог поступить так бесчестно. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали 12 тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после. А дальше что было? Они поженились, и теперь племянник моей жены член верховного суда, а жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был удостоен рыцарского звания, Эленор предложила, не пригласить ли их к нам на обед, но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме, и я ее поддержал, а дочка уборщица, та вышла замуж в своем кругу, теперь держит трактир у Кентерберри, у моей племянницы есть немного собственных средств, она очень ей помогла и крестила у нее первого ребенка. Бедная мисс Порчестер принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали, и боюсь единственной наградой за это ей было сознание, что она поступила как должно. Мисс Порчестер на редкость хороша собой, сказал я, в молодости она, наверное, была неотразима, просто непонятно, что она так и не вышла замуж. Мисс Порчестер славилась своей красотой. Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нем не говорит, и прошло уже тридцать лет с тех пор, как они расстались, но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр, и я, хотя, может быть, жалею, что радости замужества и материнства не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею. Всего через два дня после того, как мистер Сент-Клер поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретила администратор, да нельзи взволнованная. Мистер Сент-Клер велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернетесь, поднялись к нему в 27-й номер. Сейчас пойду. А что там стряслось? Ой, полный переполох. Они вам сами скажут. Я постучал и, услышав «Да, да, войдите», пошел. Миссис Сент-Клер лежала на диване. На лбу у нее был платок, смоченный одеколоном, в руке пузырек с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла. Не обессудьте за столь бесцеремонное приглашение, сказал он, но у нас большая беда, и мы подумали, не поможете ли вы нам понять то, что случилось. Он явно был в расстроенных чувствах. Но что именно случилось? Наша племянница мисс Порчисте разбежала. Нынче утром она послала моей жене записку сказать, что у нее мигрени. Когда у нее бывают мигрени, она всегда просит оставлять ее одну, и жена только часа в четыре решила к ней наведаться, узнать, не нужно ли ей чего. Ее комната оказалась пуста, чемодан был уложен, а на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас о своем сумасбродном поступке. «Сочувствую вам», сказал я, «но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен. Нам казалось, что кроме вас у нее не было в элсаме ни одного знакомого джентльмена». В мозгу у меня забрежала догадка. «Теперь я вижу, она сбежала не с вами. В первую минуту мы подумали, но раз это не вы, так кто же? Право не знаю. Покажи ему письмо, Эдвин», сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване. Он протянул мне письмо, и я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение. «Дорогие дядя Эдвин и тетя Гертруда, когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но я боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку, а поскольку решение мое бесповоротно, я подумала, что, если ничего не скажу заранее, это избавит нас всех от тяжелого разговора. Мой жених любит уединенную жизнь, к тому же длительное пребывание в тропических странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы, надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктория, любящая вас племянница Эленор. Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру. Я никогда ей не прощу, сказал он, ноги ее больше не будет в моем доме. Гертруда, я запрещаю тебе поминать о ней в моем присутствии. Миссис Сент-Клер тихо заплакала. Не слишком ли вы суровы, сказал я. Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж? В ее-то возрасте, возразил он гневно, это нелепо. Вы знаете, сколько ей лет? 51 год. 54, поправила миссис Сент-Клер сквозь слезы. Мы берегли ее, как зеницу ока, любили, как родную дочь. Она уже столько лет была старой девой. С ее стороны помышлять о замужестве просто неприлично. Для нас она всегда оставалась молоденькой, с мольбой напомнила миссис Сент-Клер. И кто этот человек, за которого она вышла? Обман! Вот что не дает мне покоя! Ведь она, значит, любезничала с ним прямо у нас под носом, даже имени его не назвала. Я опасаюсь самого худшего. Внезапно меня озарило. В то утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Элиса. Перед тем я не видел его несколько дней. Вы сегодня франтом, сказал я. Башмаки его были починены и блестели, шляпа вычищена, на нем был новый воротничок и новые перчатки. Я еще подумал, что он неплохо распорядился моими двумя фунтами. «Еду в Лондон по делу», сказал он. Я кивнул и вышел из лавки. И еще я вспомнил, как две недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем через несколько шагов Мортимера Элиса. Значит, они гуляли вместе, и он нарочно отстал, когда они заметили меня? Да-да, все сходится. Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестер есть собственный капитал? спросил я. Так, безделица, три тысячи фунтов. Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клер ахнула и вскочила с дивана. Эдвин, Эдвин, а вдруг он на ней не женится? Тут мистер Сент-Клер поднес руку к колбу и без сил опустился в кресло. Этого позора я не переживу, простонал он. Успокойтесь, сказал я. Он непременно на ней женится. У него так заведено. Он обвенчается с ней в церкви. Они пропустили мои слова мимо ушей. Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка. А мне теперь все было ясно. Мортимир Элис добился таки своего. С помощью мисс Порчестер он довел счет до вожделенной дюжины. мисс мит как folks мисс Продолжение следует...